Всем привет! Продолжаю играть в Mass Effect 3. Сейчас у нас последнее задание осталось. Мы будем штурмовать базу сервера за мной. По-моему тут еще одна консоль должна быть, если ее поискать хорошенько. Вот здесь она должна быть. Если не поленеться, зайти сюда. Там интересную информацию про Джек должны сказать еще. Мы ее успели спасти. Кажется, это был генератор 5-й флот прибыл, как я понимаю. Они справятся. Первый раз, когда я играла, я вам рассказывала уже не один раз то, что я не спасла Джек, и потом уже, когда прошла полностью игру, откатывала сохранение и перепроходила просто отдельно в Грессонскую Академию. Я думаю, что сейчас нам скажут, что все хорошо. Потому что первый раз нам, по-моему, про Джек что-то сказали. Или где-то я читала. Ну, короче, из-за того, что мы не успели Джек спасти. Как ты держишься? Все отлично, я готов действовать. Семью рвение, но все этой кибернетике нужно привыкнуть. Поверь, ты мне напоминай Шепард. Но ко всей этой кибернетике нужно привыкнуть. Шепард предала вас. Шепард всегда придерживалась в своих убеждениях. Она ошибается, но ее решение я уважаю. Заканчиваясь процедурами и планируя операцию на Стадели. Советник Удинок готов сотрудничать. Так точно. Ну, тут еще раз показали, что Кай Лэм просто соревнуется за самого сильного героя в галактике. Только Кай Лэм у нас получается антигерой. Но он понимает это по-другому. Он думает, что он помогает галактике таким способом. Призрак всех убедил. Во-первых, он не может контролировать Женецов по другой причине того, что он уже сам. Его уже самого одурманили. И изменения уже на лице, так сказать, начиная с глаз. Поэтому он не способен выправлять Женецами. Кай Лэм верит в его идею. Поэтому, наверное, себя героем считает, что ничего просто так не дается и везде нужны жертвы. Вот у Шепард совершенно противоположная точка зрения. Как она видит спасение галактики. Я мог бы с ней справиться, конечно. Но твоей главной целью был совет, а не Шепард. Из-за нее совет в обрешенном области. Шепард отвлекает Женецов, пока мы ведем исследования. Но когда все закончится, думаю, получишь ты свой реванш. Заправляйся на Тессию, Шепард скоро будет там. Я хочу, чтобы у тебя было время приготовиться. Отлично, британский AI позволит нам узнать, что такое катализатор. Если учесть достижения у Святилища, у нас есть все необходимое. Осталось только подтянуть кое-какие хвосты. Как Шепард, она должна была умереть на Тессию. Прикончить ее. Стараюсь пока не убивать Шепард, если это возможно. Святилище дало нам общее представление, как управлять Женецами. И теперь оно в опасности. Миранда Лоусон. Забери данные со Святилища. Если Миранда попытается тебе помешать, избавься от нее. С удовольствием, сэр. Как может герой так говорить? С удовольствием, что можно кого-то убить. Он злодей в руках опытного манипулятора. В руках призрака. Ну и основная задача у нас осталась. Это штурмовать основной офис. Я не знаю, как это назвать. Кабинет. Отсек. Там, где у нас должен быть призрак. Где мы должны сразиться с Хайлоном. Я что-то не поняла. А, я ее вообще не туда повернула. Похоже, на человека Женеца. То, что от него осталось, удивительное, что Серберу удалось так много спасти с той базы. Сколько колонистов похищено и переработано в эту штуку, Сербер вешает ее как трофеи. Призрак убедил меня помочь ему, чтобы спасти колонию, но ему было на них плевать, да? Наверное, так и есть. Из-за Ченежницы его волны гораздо больше. Мертвая всего лишь статистика. Так все выглядит даже хуже. Сербер активно использует то, что уцелело. Центральный метроаналог сердца почти не повреждено. Думаю, Сербер использует его в качестве источника энергии. Да, и мы правильно сделали, что уничтожили эту базу. Несмотря на то, что нас обговаривали, что жертвы стольких жизнью погибших в колониях из-за кондиционеров будут напрасны. У меня второй раз проходило. Уже как бы узнала, да, последствия. Поэтому все у нас вот так получилось. Похоже, Сербер ошибся с выбором оружия. Так, нам нужно спрятаться. А. А, здесь они бы использовали... Ну, короче, озвучку Джек. С нее импланты или... Или еще что-то они взяли бы для того, чтобы улучшить своих бойцов. Я не помню. Если бы... Если бы я не спасла Грисомская Академия, солдаты Сербера готовятся к атаке снизу. Так, а у меня закончились патроны. Один упал. Ну, это первая партия. Тут еще их много будет. Так, генератор барьера. Его нужно, в общем-то, во время боя уничтожать. Но я его не видела. Он их подпитывает. И сильнее враги из-за этого становятся. Поэтому, знаете... И уж не толку, у них тоже есть... Свой генератор. Что-то он по-другому выглядит. А мне показалось, что в больнице было тяжело сражаться. А это намного хуже. По крайней мере, в этот раз... Мне надо было на паузу нажать. Не успеваю считать. О-о-о. Останавливайся Надо было подальше отойти Все Что-то как-то мало из них термозаряда попадает С патронами у меня дефицит Как бы не вышло так, что у меня вообще патронов не будет, когда я до Кайлона дойду Давайте нормально сохранимся И, кстати, там у нас, наверное, задание обновилось, нужно будет прочитать Перепрочитать Ничего нового такого не указано Задание основное Раздобыть VI Как было изначально Отсюда они, видимо, следили За всей этой системой Рота жнеца Человекообразного жнеца Вот у нас патроны И сейчас мы будем сражаться с Кайланом Это сражение будет намного сложнее Чем то, что на Тессе Там нужно было просто укрываться за колоннами Вовремя биотикой И стрелять по нему вовремя Нужно было успевать Здесь же Он постоянно будет нас стеснить Будет в ближнем бою С нами сражаться А в то время, как мы будем сражаться с ним Ближним майором Надо будет обстреливать Вот эти вот снайперы Мстители Ну, в общем, не самое легкое сражение Я вам скажу Грейсон окончательно свихнулся Я думаю, в итоге он оказался полностью Подглаз жнецов Фактическое улучшение А на редкость впечатляюще Если бы мы только могли избежать Полного изменения нервных Так, в недаче Грейсона Виноват нас от решимости Он не мог думать ни о чем Кроме новой дозы красного песка Хотите опробовать Испытуемых Хотите добровольцев Среди наших новобранцев Фактическое улучшение Слишком хорошо, чтобы их игнорировать Ну, короче, такой же монстр У него такая идея ужасная Опыты ничуть не лучше Чем в Deus Ex, который мы видели Из людей для роботов Пытались сделать Отключить их в компьютеры Присовершенствования Отказали себя с другой стороны Наши войны превосходят любого Мы будем устанавливать Я хочу, чтобы каждый солдат Получил свои импланты До прибытия жнецов Но я погружно уверяю Что мы потеряем контроль над армией Некоторые из солдат уже Слышат голоса До законченного дела На святилище единственный голос Который они будут слышать Это наш У его команды Он же ими управлял Сэр Сэр, вы хотите знать мое мнение Это слишком опасно Мы не близки к цели На святилище Мы сработали отлично Мы можем использовать Всего жнецов От этого зависит от еду Только так Окупятся все наши жертвы Использовать на себе Он хочет эту технологию Человечеству нужен ваш ум Я осознаю опасность И я Но при этом я доверяю тебе Это Пока ты рядом Я уверен, что меня кто-то Я уверен, что меня кто-то контролирует Я ничего бы она не сделала Если бы Управляли жнецы Начинаю процедуру Без анестезии На всякий случай Компьютер Без анестезии Без анестезии Даже Я не помню, когда Первый раз подходила Да Ничего бы она не сделала Под ее контролем Это на словах Так убедительно выглядит Если бы И мы владели жнецы Во время процедуры То это Яна Ученая Была бы горячна Вот И последнее Завершающее сражение После того, как Вы будете атаковать Штаб сервера Вы не сможете больше Отправиться на цитадель И Довыполнить Оставшиеся задания Поэтому делать это все До Этого момента У меня осталось Два задания Дополнительных Второстепенных Но важных для Игры Для меня как бы не важных И я Обследовала все системы Но не нашла Что можете найти Вы сами Мне уже терпения не хватило Честно Хочу уже пройти Игрю Всем собраться О Наконец-то она взяла Этот Чакрамомет А не Мститель Слишком просто все Я так и думаю Что это будет ловушка Они так спокойно Сюда зашли Думали что они сбежали И здесь никого не будет Если будет искать информацию А тут Как тут Кайлон Воспоминания из второй части Как она общалась с призраком И как раз из этого кабинета С ней общался Нужно найти Нужно найти Британский Виай Шепард Ты сидишь в моем кресле Кроме этого кресла У тебя ничего не осталось Церберу конец Напротив Тебе удалось довести до конца все о чем я мечтал Почти все Да Да мы видим что ты сделал в святилище Что ты делал Но это не то же самое что управлять жнецом Серьезное препятствие Однако благодаря Виай ПТА не я смог это осуществить Катализатор Да Что такое катализатор и как он поможет управлять жнецами Пусть Виай тебе и расскажет Я устал тебе помогать Когда это ты начал Потом если я решил использовать тактику врага Я сам стал врагом Все шепард Все что я делал было для того чтобы поднять человечество выше Не только над остальными расами Но и над самими жнецами По поводу этого я много раз говорила Что тот кто хочет кем-то управлять Он жалок И примитивен в своем развитии Ну и много я еще чего говорила по этому поводу Откройте прохождение на Тессе я По этому поводу говорила По поводу призрака По второй части Mass Effect 2 я много по этому поводу говорила Что я думаю о том что он только рассматривал вариант своего правления И лавствовать он хочет над всей галактикой Если он жертвует своими же людьми Если он жертвует своей расой Чтобы не проводить эти ужасные опыты Чтобы он смог управлять жнецами То что же говорить про другие расы Ему не важны жертвы в колониях Которые мы пытались защитить от коллекционеров Клигарус правильно сказал Много раз я это говорила Так что понятно какое мое мнение По поводу того что он все делал якобы поднять человечество выше Да не поздно помочь нам Он это осознает в конце игры Поймет что он не сможет управлять жнецами По моему первый раз я проходила я пыталась реплику героя выбрать Это ничего не решит Его не переубедишь и он уже начал меняться Его уже одурманили жницы частично по моему Чушь если бы ты действительно этого хотел Ты бы работал со мной Я так не думаю Ты безрассуден скольких ты уже убил Действуем мы вместе мы бы уже нашли горный катализатор Ты бы не поняла Ты все еще не понимаешь Уничтожение жнецов было бы нашей самой большой ошибкой И ничего Никакие твои слова не убедят меня в обратном Ну вот по этой причине я и выбрала реплику отступника Никакие слова его не убедят Реплика героя уж точно Типа можно еще все исправить Давай работать вместе Мы дедала варианты В самом начале когда были на Марсе ему предлагали Могли предложить на тессию, но я не стала Я больше ничем не могу помочь Я дала тебе шанс прислушаться голосу разума С сервером покончено, как и с тобой И снова ты ошибаешься Сервер это не штаб-квартира, даже не люди Сервер это идея Ну в общем да И даже если мы уничтожим штаб, то останутся люди, которые в эту идею будут верить Кроме того, я уже нашел то, что ты ищешь Тьюзи Уже почти Тьюзи удивлен, ты так старательно пытаешься уничтожить шнецов Не слушай его Ты могла уничтожить тело Евы, вместо этого ты предпочла им управлять Как было нужно Именно так Сделано Я активен, обнаружен Услабляйтесь общением, но долго не задерживайтесь Вы пытаетесь освободить меня от дурмана Мне нужно знать, что такое катализатор Протоколы безопасности блокированы, я повинуюсь Катализатор ускоряет передачу темной энергии и координирует работу всей сети ретрансляторов Ваш цикл его называют Цитаделью Что? Катализатор это Цитадель Значит, Цитадели гор вместе могут остановить шнецов? Верно Цитадель ведь была построена жнецами Схемы гор назошли до нас из предыдущего цикла и из многих циклов, что были еще раньше В какой-то момент сложно сказать, когда именно конструкция горно была изменена с учетом использования катализатора Предполагаю, что иначе горно не хватало мощности для победы над жнецами Значит, мы используем против них и уже технологию, именно Нужно было рассказать об этом раньше, когда мы смогли бы все проанализировать Здесь есть опасение, что есть шнецы узнают о планах использования катализатора Программа обязывает меня удерживать эту информацию до завершения Он готов, насколько возможно, возвращаемся в Цитадель Это может оказаться невозможно Почему? Тот, кто взломал мои протоколы безопасности, вы называете его призраком, бежал на Цитадель и предупредил жнецов о ваших намерениях Проклятие Значит, Цитадель в опасности, жнецы хотят ее захватить Они уже сделали этот, Цитадель перенесена в контролируемую жнецами часть космоса Что? Куда? В систему звезды, которую вы называете Земля Теперь новый скорнецов собирается вокруг катализатора, чтобы защитить его любой ценой, шансы пробитых не уничтожены Сразимся с жнецами, а нам все равно придется, не особо важно, где именно это произойдет Мы доставим горн к земле Надеюсь, у вас все получится Все, извяжи меня с Хакетом Вот Ты, Кайлан Не так быстро Ты Как продупреждал, что не стоит злоупотреблять С приемством Свои сейчас новомодные Сибир импланты будет на нас демонстрировать Вот это да Снижайте Кайrin Бегу Снижайте 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 Ну конечно Снижайте Они меня окружают, думаю я в кучу бомб. Да в лоскву где-то там спрятался. Ну что он еще может сделать? Меня погнать. Это что такое? Да блин. Мы заклевали уже со своими горчатками. У меня нет. Играет музыка. Удивительный. Чего они там болтают, я же не успеваю считать. Не успеваю считать, что они там говорят. Так, у меня патроны закончились. Так, мы со всеми расправились, а Кайлан где? Мы его уже убили и даже не заметили. Но он еще сделает попытку, это было предсказуемо. Он даже не может успокоиться в предсмертном состоянии своем, что он проиграл. Ну как все в уме сейчас просто злость разрывает начальство. Ну конечно. А если это не делаем мы, то это сделает кто-то из наших напарников. Это тебе за Тейна. Титадель заняла оппозицию, уж не все готовятся к бежатве вашего народа. Я их остановлю. Я их остановлю. Какой у нас выбор есть? Все равно пришлось бы, если уж они это затеяли. Прятаться в капсулу, загерметизировать Шепард как Джавика. И что толку? Титадель закрылась. Шепард, слышишь меня? С трудом. Наверное, ты уже все знаешь про Титадель. Только что узнала. Известно, что происходит, почему она здесь. Титадель – это катализатор. Благодаря призраку уж не все теперь в курсе, что нам это известно. И они принесли ее сюда, чтобы защитить? Да, насколько я знаю. Что это значит для Горна? Я поговорю с Хакетом об этом, но кажется, наш план теперь еще сложнее реализовать. Верно. У меня есть команда в Лондоне. Это не те, что… Что-то там затевают. Теперь мы знаем, в связи с чем. Мы все разведаем, постараемся узнать как можно больше. Понятно. Ну, хотя бы тебя увидим поскорее. Будь осторожным, сэр. И ты себя береги, Шепард. Конец связи. Приоритет земля. У нас последнее задание осталось. Важнее самое в этой игре. Масфект. Нужно со всеми поговорить. Вот у нас обновления появились. Команда серого посредника. Сила серого посредника заключена в его связи. Доктор Ля Раписоне управляет агентами, которые могут доставить практически что угодно при помощи шантажа взяток и ответных услуг. Эта помощь оказалась очень важна для строительства Горна, когда проблемы со связью и дальними путешествиями осложнили добычу некоторых материалов. Платили элкоров. За то, что мы их спасли, добавились. Отряд защиты Цитадели. Для содействия Капитану Шепард в борьбе с жнецами. Альянс. Инженерный корпус Альянса. 420 лунных инженеров. Шестой флот Альянса. Бригад Альянс Нормандии СР-2. Ну вот тут мы кого-то спасали. Доктор Джелиз. Альянс. Доктор Джелиз. Азарь. Ученая. С научной станции. Сирианская Туманса работала над проблемами нано-контуров, которые могли бы решать разложных поведенческих проблем в серийных лицах. Выкладки Доктора утверждаются данными схем Горна. Теперь Джелиза возглавляет отдел, занимающийся логическими схемами и орудиями. Дальше. Армалийское и снайперское подразделения всего 60. Отряд снайперов Армали, элитное подразделение десанта Азари. Потом Сирайский гвардеец получил задание помешать кровавой стае захватить колонию Азари в системах термина. После боя в космосе десант и наемники совершили аварийную посадку и не собирались уходить на связь с Тейси. Азари продолжили преследовать кровавую стаю, применяя ловушки засады и ночные штурмы. Горн. Система корабля серого посредника и безымянный корабль серого посредника служил хранилищем данных и укрытием для своего хозяина. Энергию он получил от гроз постоянно бушующих на планете, вокруг которой обращался. Для защиты от психии имелась система кинетических барьеров, громоотводов и конденсаторов. Эта конструкция теперь используется горном, когда нужно безопасно разрядить огромный запас избыточной энергии. Дальше. Грузовые корабли Терминус. Всего 60 кораблей. Сердце жнеца. Мы на базе призрака Роснобыли. После уничтожения базы коллекционеров, капитаном Шепард Сердце в течение нескольких месяцев разбирал его обломки в поисках чего-либо ценного. Человек-жнец, которого создали коллекционеры, оказался разорван на части. Но царяло его энергетическое ядро достаточно мощное, чтобы питать полноразмерного жнеца. Изучив устройство, Сердце сумел использовать его для снабжения энергии базы призрака. Инженеры Альянса считают, что могут адаптировать его к конструкции горном. Очень ценное приобретение в войне с жнецами. Миранда Лоусон, теперь она наш агент. Ее ум целеустремленность и навыки лидера впечатлили призрака, который оставил ее во главе проекта Лазарь. Удачей которого была реанимация Ковтавы Шепард. Был еще опытным стрелком и одаренным биотиком. Боя Миранда чувствует себя также непримужненно. В общем, она теперь за нас. Ну, за нас. За всю галактику, чтобы помочь и своей семье и всем остальным. Потому что она же не хочет, чтобы все труды, которые она так отважно защищала свою сестру от отца, были напрасными. Так, войска агетов. Всего 600 агетов. И все. У нас такая вот сила войск. И сейчас Мейк и Джеккаром извинились, но что-то он нам ничего не сказал. Хочу добежать у него. Отправимся выполнять последнюю миссию в Массфик 3. Хватит уже от Сальбера. Все, что теперь осталось, это земля. Ты готова? Да, черт побери, скорее бы на борт. Не хочу потом внукам говорить, что всю войну поторчала в карауле. Капитан, вы получили новое сообщение на личный терминал. Сейчас посчитаем, поговорим с Самантой. Все еще на ногах. Грейс Сата. Капитан Шефард, я хотела сказать, что нахожусь у вас в неоплатном долгу. Не только потому, что вы спасли мне жизнь, но и потому, что дали мне ощущение полезности. Со всех испытаний, что выпали нам на Антарон, я могу теперь предложить другим не только свои технические умения. А, вот мы ее спасали недавно. Я готова, капитан. Специалист-трейнер. Я в порядке, правда. Не самое удивительное, но я в порядке. Ты делаешь честь в своей форме, Саманта. Тут такой пример перед глазами. Мы со всеми и прощаемся, и в то же время говорим приятные слова, потому что больше, возможно, не будет такого шанса. Все, последний бой. Капитан. Капитан. Капитан, извини, я разозлилась. Джокер. Лейтенант Моро, мэм. Джев, я ошиблась. Я видела, как уничтожили эту эссию, как сервер сбежал с себя и протеанина. Прости, что вынести зло на тебе. Я, помнится, говорил, что вы испытываете сильный стресс. Скоро мы приедем на землю, и никто не знает, что будет потом. Но что бы ни случилось, знай. Служи с тобой для меня честь. Что значит, что бы ни случилось? Все понимают, что именно будет. Ты всыпешь шницам по первое число, и я тебя оттуда красиво увезу. Джек не хочет раскисать, не хочет верить, что может что-то случиться с ней. Нормандия готова, Шепард. Все системы функционируют, все боеприпасы заряжены, все действия произведения. Ускоритель заправлен полностью кибер-оружие, совершенствованным до непредсказуемой обычным нерам степени. Еще я послужила время счастья. Сильзи, как идет работаем? А у небольших? Нет. Аморальных делен? Какого рода? А то, кто изобрел твое новое тело, но об отце фактически нет? Определенно нет. Что-то побудило, задать вас такой вопрос? Просто очень часто. Нормандия готова, Шепард. Сейчас прибежимся ко всем нашим друзьям. А с доджавика я так и не добежала. Сейчас, возможно, стоит к нему зайти. Там должна быть еще последняя консцена с ней. В новичном терминале нет новой информации. Я все равно проверила. Письмо капитана ради Лоуса на лес желает выразить вам признательность за помощь. Благодаря высланным вами сведениям по серберу, нашим караванам снабжения удалось избежать расставленных ними засад. Вы могли бы предложить вам дополнительные ресурсы. Насколько я понимаю, вы получили в свое распоряжение личные истребители класса F и объединились с бывшими коллегами. Еще мне известно, что несколько баз серберов уничтожено атаками группы частных оперативных агентов. Неизвестные принадлежности Альянса не может официально поддерживать подобные операции и подтверждать факт их проведения. У Миранда Лоусон теперь есть личный истребитель класса F. Оно помогает нам. Как настроение Ляра? Нервничаю, боюсь. Хочу, чтобы все скорее кончилось, но я рада, что я здесь. Если ты готова, то я тоже Шефард. На самом деле, я уже раза три проверяла снаряжение. В семь раз доктор и Соня. Призрак думает, что он готов нас встретить. Мы справимся. Может взять Лиару с собой? По-моему, первый раз я Джеймса и брала. Возьму-ка я с собой Лиару. Первый раз я брала Джеймса. Вот раз возьму Лиара. Мы просто прощались. И делали кое-какие ставки. Ставки оптимистического рода. Турианский солдат соревняется с механиком-квариансом. Где же тут оптимизм? Помнишь, Илос? Да. Там было полно гетов, что тебе сильно помогло. Отговорки, пустые отговорки. Судиво, что вот раз ты будешь изламывать. У меня еще есть гробовик. Такой же тебе просто беречь. Так, вы были со мной дольше, чем кто-то другой. Вы верили в меня, когда никто другой не верил. Спасибо. Кила Салай Шепард. Ну, и ты меня хорошо мотивируешь. Ну, мы хотя бы убили негодяя лейтенанта Кайлона. Надеюсь, и до его генерала выберемся. Видно, как все развивается по кругу. Так долго цитадель была центром галактической цивилизации, ловушкой жнецов. Место мое сложно. Теперь мы надеемся, что она поможет нам победить в войне. Думаю, пора на тебе возвращаться домой, Шепард. Все доземные запомнят, как место победы. Ножнецами либо она станет пепельщами, которыми будет ломать голову жителей следующего цикла. Пепельщами. Рад тебя видеть. Лучше бы катсцена была, если уж... Если уж... Талия зашла. По дружбе поговорить с Гарусом на прощание. Вы проделали любви, но пусть сих пор как служили под началом. Альянса, для меня большая честь сопровождать вас в этом походе. Я вами горжусь. Спасибо, доктор. Всегда не шепард. Удачи вам. Ну, вот такие вот приятные слова. Не надо со всеми переговорить. Наверное, все-таки Алиару возьмем. Первый раз, по-моему, я брала Джеймса. Или можно в первый заход взять Джеймса. А во второй заход мы можем выбрать Ляару. Вернее, я вот так поступлю. А, первый раз мы можем не брать Гаруса, по-моему. Возьмем Гаруса для финальной части с Ляарой. Ну, чтобы и этих нападок взять на помощь еще кого-то, так будет интереснее, я думаю. Говорили с Мисата, она добралась до следительского центра Альянса. С ней все в порядке. Пришество Бан смог сыграть героя с дамочкой. Со мной и моими дамочками мы знакомы. Да уж. И приятно же было надавать этому кауну. Ну, то. Надеюсь, мы доберемся до призерка раньше, чем он. Ну, хотя бы мы можем вернуться на землю. Я просил об этом, надеялся. Я заставлю женисов ответить за все, что они сделали. А, они бесчувственные машины, а что их заставляют? Ничего они не чувствуют. Их программа. Ну, может, чувствуют по-другому, как искусственный интеллект. Хотел добежать до Джавика. Еще тут с кем-то нужно было приговорить. Вот с ними. Гэби, ты когда-нибудь видела на запись Матьяра? Материарского Гойнезио. Да, а что? Ты, наверное, помнишь Самару. А к чему ты планишь? Тебе заметило, что старые азары крупнее? Такое ощущение, что они продолжают расти. Ты думаешь, что они продолжают расти? Кеннет! Кеннет! Хочу провести старый дом для престаревых азары. Но я не убью тебя раньше. Капитан Нормандер, полно боевой готовности. Моя команда делала невозможное, и теперь мы готовы ко всему. И, капитан, что бы сегодня случилось, для меня было честь служить с вами. Это для меня честь Адамс. Задайте им, мэм. Удачного штурма, хотела бы я пойти с вами. Нет, лучше не стоит. Я знаю, как ты стреляешь. Может, хотел бы я стрелять лучше, а потом бы я хотела пойти с вами. И Дюнир Дональд и Тош Куркович, чувак. Как забавный. Нормандер, полето готовы, капитан. Только скажите ему, отвези вас на землю. Капитан, у меня честь служить с вами. Словно, Габи. Удачи, берегите себя. Да, мэм. Так, а куда Талли делаешь? А, нас с Гаррисом разговаривает точно. Джавик, последний катсцена с тобой. Выглядит очень знакомо. Я изучал корабль, и его команда была уже одна Нормандия. Вы погибли во время нападения на нее. Да, примерно так. Но потом вас воскресили, чтобы вы могли снова сражаться со шницами. Может быть, может, у нас есть что-то общее. Но у вас есть еще кое-что. Те, ради кого вы сражаетесь. Еще живы друзья, которые вас ухудшают. И это не все. Вы с этим турианцем вместе. Можно сказать и так. Это говорю не я, а ваши феромоны. Это поэтому вы хотите жить? Из-за привязанности? Это было бы глупо выводить. Это моя задача убивать шницов. Да, она чувствует. Она любит. И для нее эти ощущения очень важны. Но не только потому, что я была задача убивать шницов. Гармония, конечно, сложно привнести в мир, потому что ее и до нападения шницов не было. Но, думаю, за любовь стоит сражаться. Без этой привязанности моя жизнь была бы простым движением навстречу смерти. Да. А что насчет тебя? Я помню о причинах, которые привели тебя сюда. Мне все же кажется. Что это? Кристалл памяти его передавали от одного солдата к другому, от протеанина к протеанину. Каждый добавлял к нему свои воспоминания. Как маяк. А сколько же там воспоминаний? Первое относится к временам еще до появления шницов. Это все, что осталось. И ты не хочешь это вспоминать? Представь, что все, кого ты помнишь мертвы, все, кого ты помнишь мертвы, ты не можешь вспомнить их лица, даже цвет неба над головой. В памяти нет, но и боли тоже. Хотели бы вы это вспомнить, капитан? Если бы для этого пришлось заново пережить смерть ваших друзей. Но любовь, она в сердце не умирает, в душе она смертна. И если уж она хотела бы вспомнить, она бы хотела вспомнить лица и вспомнить только приятные моменты. Раз уж частично боль бы забылась через многие десятилетия, или через какое-то время там решила вспомнить и пережить заново. Я бы хотела, я бы оставила этот кристалл памяти. Ведь именно чувства делают нас людьми. Мы же не только приятные ощущения чувствуем и боль, и разочарование. И порой именно благодаря этому мы что-то понимаем в жизни. То, что переживает Шепард, то, что переживают они, очень страшно. И просто сказать на словах, что они чувствуют, ничего не сказать. Моральная боль порой сильнее, чем физическая. Но я не знаю, какой был бы выбор других. Но мой выбор был бы да. Если бы у меня было что-то такое, если бы можно было увидеть Землю свободно, всех друзей живыми. Это стоило бы любой боли. Для появления шнецов всех звезд приближали нам. Цивилизация процветала. Это было великолепно. Но его терзает не боль, его терзает разочарование, что они не могли повелевать всеми народами. Пришли жнецы и планеты за планетой. Пусть сели, мы сражались. Все хорошо? Я когда-то командовал похожим кораблёй. У меня была верная команда, мои друзья. Нас схватили, только я сумел бежать. Что с ними стало? Что с ними стало? Их одурманили, шнецы послали их за мной. Несколько лет за мной охотились, мои же братья. Каждый бой напоминает мне о моей неудаче. Извини, я не знала. Так продолжалось до сражения за храновый туман, если у меня был только нож. Я зашел сзади и перерезал мне горло. Потом смотрел, как они истекают кровью. Должно быть, это было ужасно. Это было невероятно просто. Думать не хочется, как это было. В тот день я понял, что война – это жестокость, творимое ради выживания. Это то знание, которое я хотел бы избежать. Я думаю, что вначале боль была бы невыносима. Не хотел бы даже прикасаться к этому кристаллу памяти, чтобы чувствовать то, что сейчас ощутил Джайвик. Но спустя несколько десятков лет, вспоминая тех, кого вы любили, если вы не сможете вспомнить лица их. В один момент вы так сильно захотите снова вспомнить их лица и будете готовы на то, чтобы даже пережить все то же самое, лишь бы увидеть их свободными. И почувствовать даже ту боль, которую вы ощущали. А у вас этого кристалла памяти не будет. Поэтому чувствуя человека изменчивое, порой он готов на боль ради любимых, готов терпеть такие ощущения, чтобы снова вспомнить тех, кто был с ним в какие-то добрые, хорошие времена, в моменты жизни. Я выбрала первый вариант. Но равносильно и второй вариант нет. Хочется ответить и нет, и да. Потому что можно понять и этот вариант, и второй вариант. Поэтому, если была возможность, я бы, скорее всего, сохранила этот кристалл памяти. Не знаю, сколько бы он у меня лежал. Я бы могла долго к нему не прикасаться, но через какое-то долгое время, возможно, появилось бы такое желание. Поэтому я выбрала первый вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова